Вспышка заболеваемости вирусными инфекциями в Одессе продолжается. Ситуация с корью немного изменилась. Теперь ею чаще болеют взрослые, чем дети. Всего с начала года с подозрением на корь в инфекционку обратились 87 пациентов. Из них подтвердили диагнозу более чем половины. Также сложная ситуация с гепатитом А. Всего за пару недель нового года в больницы с таким диагнозом попали уже 35 одесситов. Из них четверо детей. Врачи отмечают, чтобы не заболеть гепатитом А, следует придерживаться элементарных правил гигиены. Пить только проверенную воду, а также тщательно мыть продукты. Одним из действенных способов защиты является вакцинация. Важно обеспечение безопасной водой, обеспечение безопасными продуктами и повышение уровня санитарной гигиены. И последний, только в последнюю очередь, это специфическая профилактика вакцины против гепатита А по эпид-показаниям. То есть в очагах, как сказала Ольга Ивановна, либо если человек едет в эндемичные страны. Это очень важно. Почему? Потому что в чем... Что хорошего может сказать о гепатите А? Хорошее только то, что гепатит А, к счастью, протекает более легко, чем другие гепатиты и не вызывает хронизации процесса. Вот это хорошее. Плохое то, что поставить диагноз вирусного гепатита А, как правило, можно только в среднем, так в 30% случаев. Это верхушка айсберга, когда у пациента желтушная форма. Инкубационный период данного заболевания составляет по разным источникам, в среднем от 10 до 35 дней. Гепатита чистейший антропонос. Источник инфекции и резервуар инфекции – человек. Только человек. Человек с желтушными формами, безжелтушными формами заболевания и человек с бессимптомным инопарантным заболеванием. Кроме того, в Украине во вторую неделю Нового года из-за гриппа умерли 8 человек, а всего с начала этого эпидсезона зафиксировано 19 летальных случаев. Продолжение следует...